Впервые за долгие годы семичане получат горячую воду в летний период. Лишь жителям домов, отапливаемых РК-3, придется подождать. Новые квартиры в рамках региональной программы жилищного строительства не пользуются спросом у горожан. Проблему разбирали на внеочередной сессии Маслихата. В семье проходит ежегодное открытое первенство города Патолск-Умалах среди людей с ограниченными возможностями. Турнир посвящен Дню независимости республики. Сборная Казахстана планирует получить порядка 50 путевок на 23-ю зимнюю Олимпиаду в южнокорейском городе Пхенчхан. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков. Сейчас проводятся отборочные этапы. Точное количество наших спортсменов, которые будут представлять Казахстан на зимних Олимпийских играх, станет известно в январе. На сегодняшний день в копилке казахстанской сборной 23 путевки. Проведено несколько экспертиз на допинг, которые подтвердили, что наши спортсмены не употребляют запрещенные препараты. Отметим, что в 23-х зимних Олимпийских играх примет участие более 2,5 тысяч спортсменов из более чем 80 стран мира. Они будут состязаться в 15 видах спорта. Всего на Олимпиаде будет разыграно 102 комплекта медалей. Мы планируем, что на Олимпиаде Казахстан будет представлен в 9 видах спорта. В копилке нашей сборной 23 путевки. Из них 10 по биатлону, 10 по шорт-треку и 3 путевки по фигурному катанию. К новостям в городе. Семичане не торопятся приобретать квартиры в рамках региональной программы жилищного строительства. Причинами являются дороговизна квадратных метров и высокая процентная ставка по кредитам. Этот вопрос был поднят на внеочередной сессии Маслихата с участием Акима Семии. В ходе обсуждения изменений в бюджете на 2017-2019 годы депутаты затронули вопрос возвращения в городскую казну затраченных средств на строительство жилья в рамках региональной программы. По их информации, на сегодняшний день в Семии остаются нереализованными более 230 новых квартир. Задействованные механизмы по продаже недвижимости по методу жилищных сбережений под 9,5% через жилстрой Сбербанк не оправдали надежд. Руководитель филиала данного финансового института подтвердил, что население не спешит приобретать квартиры за 140-155 тысяч тенге за квадратный метр, отдавая предпочтение вторичному рынку жилья. На рынке жилье вторичное стоимость за квадратный метр ниже на 19-20%. 19-20%. Мы сейчас говорим о 1,5-2 миллионах тенге для народа. И получается то, что они покупают на вторичном рынке за минусом 2-1,5 миллиона. Они не переплачивают на эти суммы. Соответственно, они входят туда. Мы не можем завернуть поток. По прогнозам специалистов банка, в этом году они смогут обеспечить поступление в бюджет не более 150-200 миллионов тенге. Остальное жилье будет реализовано в следующем году. Учитывая сложившуюся ситуацию, Аким Горда Ермак Салимов предложил проработать вопрос по снижению процентной ставки и цены за квадратный метр непосредственно с центральным офисом банка. Так как региональная программа жилищного строительства реализуется только в Восточно-Казахстанской области, оператору данной программы необходимо принять во внимание ряд факторов, влияющих на стоимость новых квартир. Здесь теперь работа, конечно, ответственная за самого ЖУ «Стробербанка», потому что их инструменты сегодня не совсем такие эффективные. Мы выходим на правление руководства ЖУ «Стробербанка», чтобы они там поменяли. Там есть 30%, там есть процентные ставки. Они отличаются от программ, которые идут сегодня по НОЖР. Там 8,5%, 5,5% в зависимости от направления первоочередного своего капитала. Поэтому проблема это стоит, нам надо ее решать. Кроме реализации жилищной программы, народные избранники рассмотрели вопрос о стихийных свалках. В этом отношении депутат Маслихата Рафаэль Хазипов отметил, что пора разработать и запустить программу «Чистый город», которая позволила бы навести порядок и окончательно решить данный вопрос. «Постоянно выделяем огромные деньги на вывоз неорганизованных свалок. Один раз нам нужно создать этой комиссии, определиться, где у нас эти незаконные свалки, вывезти один раз, а уже больше их не должно быть, как такого понятия, неорганизованные свалки. У нас же есть на это время, на это дело контролирующие органы. Есть санитарная полиция, есть участковые». Также депутатский корпус в рабочем порядке принял решение по возмещению затрат по обучению на дому детей с ограниченными возможностями и присвоению звания «Почетный гражданин города». Сама Цикенов Ернур Калелов, телеканал «Семей». Горячей водой в летний период в следующем году будут обеспечены жители всех многоэтажек, за исключением лишь тех, что подключены к котельной РК-3. Об этом заявил Аким Горда Ермак Салимов на встрече с журналистами. Такое разграничение связано с предстоящей в следующем году реконструкцией на РК-3. Данные работы необходимы, чтобы увеличить мощность котельной в связи с застройкой микрорайона Карагайлы. Подробности в видеосюжете. В следующем году в центре внимания тепловиков и Акимата будет котельная РК-3. Сегодня ее мощности не хватает, особенно учитывая интенсивную застройку микрорайона Карагайлы. В этом году здесь начали устанавливать насосное оборудование. В последующем планируется расширение теплоисточника с установкой дополнительных котлов. Таким образом, потребности в теплоэнергии по новому микрорайону намерены полностью закрыть. Именно из-за этих работ жители домов, подключенных к РК-3, не смогут разделить радость всех остальных горожан в связи с появлением горячей воды летом. Мы однозначно с окончанием сезона эту воду будем давать, горячую воду. Порядка 36 222 абонента получают горячую воду сейчас в зимнее время. В летнее время будут получать 91%. Это где-то 33 тысячи будут получать абонентов. Не получат пока горячую воду только те, кто присоединен к котельной РК-3. Потому что я ранее сказал о том, что мы там будем проводить такую масштабную реконструкцию. Только им придется потерпеть в следующий год. А все остальные жители 33 тысячи нашего города летом будут получать горячую воду. Тем временем завершается реконструкция на РК-1 в Левобережье, на завершение которой выделялись 416 миллионов тенге. Здесь остаются пусконаладочные работы и выход в сеть. В следующем году здесь планируют запустить германскую турбину «Симонс» мощностью 12 мегаватт. Именно благодаря этому и планируется обеспечить население Левобережье в летний период горячей водой. В Правобережье такая возможность достигнута за счет технических решений. По Левому берегу там все просто. Там есть два источника. Это ТС-1 и РК-1. Они имеют профицит по теплу. Да, там все ясно. По Правому берегу там было несколько сложнее до последнего момента. Но мы в прошлом году этим летом сделали ряд технических инженерных мероприятий, которые нам позволили закольцевать все наши котельные, которые прошли реконструкцию в рамках дорожной карты, в рамках программы «Нурле-ЖОЛ». Мы ряд котельных отремонтировали, причем очень серьезно добавили дополнительные источники. И за счет перемычки, за счет того, что мы ее закольцуем, мы будем давать горячую воду. Напомним, что пробные шаги по подаче горячей воды вне отопительного сезона тепловики пытались сделать уже в этом году. В некоторых районах города ее подавали до конца июня. Окончательно решить этот вопрос Аким области Данил Ахметов поручил к лету 2018 года. Вся информация о заслуженных деятелях искусства нашего города теперь собрана в одной книге, автором которой выступил композитор Аймухамбет Бесинбеков. Книга включает в себя биографию деятелей искусства и ноты к музыкальным произведениям. Она станет не только познавательным изданием для оценителей искусства, но и учебным пособием для учащихся музыкальных учебных заведений. Презентация книги состоялась в городском дворце культуры. Так называется книга композитора Аймухаммета Бесинбекова. Главными героями книги стали его друзья, заслуженные деятели искусства нашего города. Презентация книги прошла в торжественной обстановке и формате беседы. Во время презентации Аймухаммету Бесинбекову была вручена медаль имени Турсангазы Рахимова. По словам директора областной филармонии имени Амрека Шаубаева, такой премии удостоились лишь единицы. Более 20 лет он был директором областной филармонии имени Амрека Шаубаева. Помимо этого он еще и певец, композитор, поэт. Поэтому даже если сейчас он здесь не работает, продолжает развивать и пропагандировать искусство. И вот сегодня он написал книгу о наших заслуженных деятелях, которые работают в филармонии и которых, к сожалению, сегодня нет среди нас. Отметим, что книга написана специально для студентов музыкальных специальностей. В него вошла не только биография известных артистов нашего города, но и песни с нотами. Он лектор-музыкант. Он посетил весь Казахстан. Пропагандирует казахское искусство и искусство нашего Восточного Казахстана. А также дает концерты. Сегодняшняя встреча проходит в формате лекции концерта. Вторая книга «Суржикей» о Медените и Шикееве вышла в свет в городе Алматы. Написана его учениками. В книге также описана вся история искусства Восточного Казахстана. Покатгуль Казец, Ярнур Калелов, телеканал «Семей». В городском доме офицеров прошел фестиваль молодых исполнителей патриотической песни. Мероприятие приурочено к Дню независимости. Его участниками стали студенты. Они показали не только свои вокальные данные, но и актерское мастерство, разыграв на несколько театральных сценок. День независимости страны – особый праздник для всего народа. Как отмечают организаторы, ничто так не укрепляет чувство патриотизма, как песни. Фестиваль посетили представители интеллигенции города, а также родители студентов. По программе «Рухани Жангру» этот фестиваль посвящен именно для того, чтобы развивать чувство патриотизма, подрастающего поколения, любовь к родине, к семье. Так как это мероприятие организовано ко Дню независимости, оно полностью направлено на то, чтобы повысить чувство патриотизма и любовь к родине. Также здесь все мы вспомнили о тех молодых людях, которые стали жертвами декабрьских событий. Семей проходит ежегодное открытое первенство города по Тогас-Кумалак среди людей с ограниченными возможностями, посвященный Дню независимости Республики Казахстан. В этих соревнованиях принимают участие 40 человек, в том числе учащиеся школы интернатов. Первенство проходит по швейцарской системе. Цель традиционного соревнования – выявить лучших спортсменов, которые затем войдут в состав сборной города для участия в областном чемпионате по Тогас-Кумалак. По словам организаторов, сегодня эта интеллектуальная игра, направленная на развитие логического мышления и математических способностей, пользуется большой популярностью как у взрослых, так и у детей. Отметим, что возраст участников первенства не ограничен. В рамках турнира каждый получил возможность сыграть с более сильным соперником и оценить свой уровень игры. По итогам соревнований победители и призеры будут награждены грамотами и медалями. В дальнейшем призеры и чемпионы города-семей в дальнейшем должны участвовать в чемпионате Восточной Казахстанской области для прохождения дальше на чемпионат участия в чемпионате Республики Казахстан по Тогас-Кумалак. У нас проходит первенство по игре Тогас-Кумалак. Тогас-Кумалак очень мне нравится, это мое хобби, игра, в которую я играю уже больше шести лет. Игра развивает интеллектуальность, усидчивость, развивает логику, мышление, также память. И таковы были новости этого дня, я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова